В императорском зале Казанского федерального университета прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета в 2023 году. И ваш опыт участия здесь бесценен, поскольку вы приобретаете бесценные навыки представления своих научных результатов, участие в работе научных групп, работа с руководителем. Конкурс проводился по трем направлениям – естественно, научному, инженерно-техническому и социогуманитарному. Члены жюри оценивали не только научные результаты работы, но и ораторские способности участников. Важно было ясно рассказать о своем исследовании. Оценивали также и грамматический уровень работы, качество оформления, презентабельность и степень владения материалом. В этом году было действительно комиссии сложно, потому что на заочном этапе было представлено 92 работы. Это очень много. Из разных институтов и филиалы участвовали. То есть направления совершенно разные. И юриспруденция, и филология, и журналистика, и дизайн. Даже математики и физики в этом году подали на социогуманитарное направление. Что, конечно, радует. Такой междисциплинарный характер был. Надо сказать, что в этом году среди экспертов у нас сложилось такое мнение, что нам становится работать все тяжелее и тяжелее. И связано это с тем, что уровень работы постоянно возрастает. Поэтому выбрать лучших становится довольно сложно. Это на самом деле хорошо, но это усложняет работу нам. Но мы готовы стараться преодолевать эти трудности для того, чтобы выявить наилучших студентов, поощрить их, ну и, скажем так, продолжить развивать их тягу к науке. После приветственных слов началась церемония награждения. Ребят награждали в направлениях, в которых участники реализовывали свои проекты. Мы занимаемся иммунотерапией рака. Это такой особый подход, когда организм сам лечит рак за счет иммунных клеток, которые у него есть. Мы эту работу выполняли совместно коллективом студентов. И мы производили все основные манипуляции на базе лаборатории университетской. И мы смогли культивировать такие клетки, которые уничтожали рак. Моя работа основывается на изучении пространственной временной структуры, среды распространения сигнала, которая позволяет оптимизировать параметры систем связи и тем самым улучшив их характеристики. Мой проект посвящен актуальной тематике изучения визуальных изображений в Средневековье. Достаточно интересное название «Эволюция образа зла в визуальной культуре западного Средневековья». Направлен он прежде всего на то, как у нас менялся образ зла, начиная с античности раннего Средневековья и в классическом Средневековье. И прежде всего направлено на то, чтобы повысить актуальность именно этой проблематики современности, когда изображение действительно является важной частью нашей жизни. Далее состоялось награждение по номинациям, где выявили лучшие проекты. Как отмечают сами ребята, данный конкурс помогает не только развить свой навык в разработке научных исследований, но и обменяться опытом с другими конкурсантами. В рамках своего исследовательского проекта я исследовал процесс формирования в целом во внешней политике Российской империи этого периода, также внешнюю политику Франции и в целом европейского континента. То есть моя работа посвящена внешней политике на европейском континенте в данный период. Тема мы обсуждали про такое явление, как мономиф. Это термин, применяемый преимущественно к кино, когда персонаж проходит определенную арку становления. Мы наложили этот мономиф на игры и разобрали самые популярные из них. Поэтому что может быть лучше, чем поиграть в игру, почитать хорошую книгу, изучить, разобрать игру и книгу по сценариям и затем про это написать. Поэтому могу только порадоваться, что стою здесь сейчас. Проект направлен на исследование рынка недвижимости в различных регионах и применение инструментов регрессионного анализа для поиска неких закономерностей между какими-либо экономическими факторами региона и в один устрою – жильем. В завершении торжественной части наградили финалистов конкурса. Всем участникам вручили грамоты и благодарственные письма. Отметим, что в конкурсе приняли участие студенты из разных институтов и направлений. Ребята подготовили исследования на базе своих дипломных работ и исходя из интересов. Ведь наука – это всегда что-то новое и интересное.